Друзья, привет! Мы отдыхали в отеле Викинг Стар в Кимере. Это отель 5 звезд. Такой небольшой, бюджетный. Он очень популярный среди туристов. Это один из немногих отелей, который открылся в начале апреля, в начале сезона и принимает гостей. И он полный, мне кажется, на 100%, ну или на 90%. Сейчас я вам быстро покажу номер. Мы уже съезжаем через полчаса. Собрали вещи, пробегусь по номеру, покажу вам, как он выглядит. Смотрите, мы заходим. Вот здесь вот ванная. Здесь основная комната, она небольшая. Мы жили в других отелях в Турции, в четверках, в которых номера были больше, но места для двоих вполне достаточно. Здесь три кровати. Дверь очень плохо закрывается. Приходится ее толкать. Здесь шкаф. Вот места много. Есть вешалки. Можно все повесить. Здесь полка для обуви. Удобно. Шкафу вопросов нет. Здесь вот тоже полочки. Можно разложить вещи. Сейф платный. Холодильник бесплатный, конечно. Здесь еще полочки. Полочки. В общем, места для хранения прям много. Комната. А вот здесь вот лежит кафель. Здесь ламинат или что это линолеум, я не знаю. Пыль скопилась. И у нас не убирались всего лишь день. Пыль скопилась потому, что здесь новые полотенца, белые. И с них очень сильно летит вот этот вот белый пух. И даже когда вытираешь, остается на теле ворсинке от полотенца. И вот этот пух разлетается по всей комнате. Здесь одна кровать. Односпальная. Двуспальная кровать. Белье меняют каждый день, насколько мне показалось. Но сейчас белье один единственный раз. Мы здесь неделю отдыхали. Не очень хорошее. Оно все в шарошках. Вот. И я не могла на нем спать. И постелила себе полотенце. Вот оно лежит. Спала на полотенце. Потому что после загара моя кожа прям вообще не хотела спать на такой простынке. Под одеяльники, подушки. Все как бы нормальное. Вот единственный раз такое белье. Не знаю, у них часто бывает такое или нам так не повезло с простынкой. Здесь пуфик с нашими вещами. Зеркало-теревизор с русскими каналами. Большой стол. Нам бутылку вина подарили. Здесь тумбочки, розетки. Много света, кстати. Вот, выключаю светильники. Кондиционер с обогревателем. Там светильники, здесь светильники. В общем, свет можно включить вот здесь. Вот он включается в коридоре. И можем дойти до туалета ночью. И вот такой вот балкон. Балкон. С такими дверками. Вот. Окна у нас выходят на бассейн. Бассейн. Вид вообще шикарный. Горы. Это просто огромный плюс этого отеля. Вот этот вид. Ты сидишь на ужине или у бассейна, или из номера. У тебя открывается вид на горы, на эти прекрасные. Даже шум от бассейна вечером никак не мешает. Потому что ты выходишь и смотришь на эту красоту. Здесь внизу ресторан уличный. Ну и все. В общем-то. Вот это вся территория отеля. Там лобби. И вот это вот маленький такой небольшой отель. Вот здесь вот лифт. Два лифта. Все. Территория больше нет. Вот это вот вся. То есть она прям крошечная. Но места хватает всем. Несмотря на то, что отель, как мне кажется, заполнен на 100%. Лежаков много. Их выносят, когда люди просят. Откуда там из коморочки. И там вот люди сидят. Там бар. Где проходят всякие активности. Вечером сейчас ничего нет из-за ограничений. Ну, там есть дар, зарядка, йога какая-то. В общем, там сидят люди. Что-то чай пьют или пиво. Вот. Вот, собственно, такой маленький номер. Сам номер неплохой. Но у меня очень большие вопросы к ваннам. Потому что ванная комната отвратительная. В ней единственный плюс, что там много принадлежностей. Там есть ватные палочки. Есть ватные диски. Есть бритвенный станок. Задная щетка. Вот все вообще. Даже бритвенный станок даже есть с гелем для бритья. Но сама ванная очень плохая. Она уставшая. Она безумно требует ремонта. У нее подтекает ванная. Когда моешься, вода течет вот так вот по всей комнате. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Так, ванная комната. Вот эти вот принадлежности, при которой я говорила. Здесь все. Это медицинеры, гель для душа, шампуньи, бритвенные станки и зубные щетки. Все есть. И вот сама раковина. Посмотрите. Она выглядит очень плохо. Кран весь течет. Это прям печаль. Зеркало, понятно, тут все окей. Есть фен нормальный. И вот сам душ тоже. Посмотрите. Он прям страшненький. Прям страшненький. Вот так вот он выглядит. И вот внутри он весь. Это не грязь. Это прям сколы на ванной. Душ прям печальный, правда. Это вот единственный. Ну, не единственный, а вот такой большой, крупный минус отеля. Это душ. Не знаю, как в других номерах, но здесь он ужасный. И вот когда ты моешься, отсюда откуда-то течет вода. И вот здесь вот прям около двери я стелю полотенца для ног. Чтобы не поскользнуться и не упасть. В целом отель мне понравился, но нужно понимать, за какую цену ты его покупаешь. Мы взяли очень дешево. Очень. И за те деньги, которые мы купили, это просто шикарные условия. С таким прекрасным видом еда. Здесь вкусный. Здесь прям дают мясо. Вчера была говядина. Прям настоящие куски говядины. То есть не какая-то колбаса. Курица, рыба, индейка. Все вот это есть. Мне понравилось. Отель я скорее рекомендую. Но имейте в виду то, что он маленький. И здесь есть свои нюансы. Но персонал очень приветливый. На ресепшн девочки разговаривают по-русски. Они помогают решить себе вопросы. Они замечательные, хорошие. Обслуживание, уборка. Все здесь просто потрясающе. Но вот есть нюансы с номерами.